Песнями и танцами встречают жители Октябрьского района Самары в Загородном парке. В этом году День России отмечают с размахом. По традиции, 12 июня жители областной столицы встречают все вместе. Любые события, которые объединяют народ, объединяют все население ради одной идеи, очень важны для любой страны. Все желающие могли не только послушать песни, поиграть в волейбол и дартс, но и поучиться стрельбе из лука, походить на ходулях, освоить древние ремесла и поиграть в старинные русские игры. Участники культурного центра Светлица занимаются реконструкцией X-XI веков, периода становления российского государства. Чтобы напомнить самарцам о том времени, открыли в парке историческую площадку. Заниматься популяризацией русской традиционной культуры важно, потому что без традиционной культуры, без традиции, без истории народа как такового нет. Чтобы народ был, нужна культура, нужна традиция. Историческую площадку вместе с жителями города посетили глава администрации Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Александр Фетисов. После этого они прошли по всей территории парка. Глава администрации отметил, парк находится в ухоженном состоянии, но еще есть куда стремиться. Как руководитель администрации города я вижу определенные перспективы развития этого парка. Я думаю, они будут обсуждаться в этом году. И мы будем стараться сделать так, чтобы этот парк менялся ежегодно и все больше возможностей для отдыха у наших горожан появлялось. Люди приходят сюда с детьми, люди самых различных возрастов. И каждый находит себе здесь место по душе. И я считаю, что именно таким и должен быть День России. Потому что День России – это прежде всего люди. Торжества, посвященные Дню России, прошли во всех районах Самары. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.